В курсе шестом мы с вами полноценно подключили Django. В чем была проблема? Нам пришлось дописать некоторый код, потому что вот если мы проверяли, да, Django у нас импортировалась, выдавала версию, но когда мы проверяли, допустим, Django Setup, то мы получали ошибку. После того, как мы с вами написали нужный код и по-новому все запустили, Django Setup у нас отработало корректно. И чтобы полностью убедиться, мы с вами в командной строке вызвали модель, нашу, которую раньше создали, совершенно простую, нам же надо просто убедиться. Да, то есть наша модель Person, вот мы по-быстрюхе создали, потом удалим прямо с документации Django. и сохранили, и в конце концов, в конце концов, в конце концов, в конце концов, получили запись, получили запись при помощи командной строки, это значит то, что наша Django, наш Jupyter полностью, и наша расширенная командная строка полностью работает с Django, чего мы и добивались. Ну, а дальше будем практиковать. Командная строка, кто не знает Django, это, как мы видим, командная строка, где можно все сохранить, как бы слепок, да, очень удобно. Можно использовать Markdown еще для комментирования, так, если бы мы открыли, допустим, командную строку, консоль, да, то мы набрали код, закрыли среду, и все пропало. Здесь все у вас останется, и вы сможете сохранять, разбирать. Это очень крутой инструмент для того, чтобы понимать код. Будем использовать его часто. Ну, и домашнее задание, ребят, соответственно, подключить Django полноценно, и все на этом этапе. Добавил субтитры DimaTorzok